Павел Гнесюк фрагмент из романа последний отсчет. Марк Тулей Сацирон однажды сказал, смерть не имеет отношения ни к мертвым, ни к живым, одних уж нет, а других она не касается. По шоссе, плавно огибая легкие неровности, словно королевский фрегат, величественно плыл старинный Роулс Ройс Фантом. Многоликий безмятежно прикрыл глаза, ибо ничто не нарушит его предстоящих планов, а пока можно насладиться размеренной медитацией во время движения. За долгие годы Многоликий привык доверять своему водителю, кому он подарил бессмертие, но так и не возвысил хотя бы до князя Ордена. Несмотря на бесчисленные имена, что он с гордостью носил до смены эпох, Многоликий больше всего ценил в окружающих слугах, иерархах и князьях одно важное качество – преданность, ставшее в западных людях нового 21 века, чем-то вроде атовизма. Как и многие магистры верховной иерархии до него, не воспринимали понятие совести, внести это качество они признавали целесообразность. Несмотря на свой развитый интеллект, Многоликий любил произносить слова, целые фразы вслух. Великий магистр открыл глаза и четко по слогам произнес «преданность и целесообразность». И эта фраза, произнесенная с достоинством, как и другие восклицания, не отвлекли водителя, взявшего за правило начинать движение только после подъема звука непроницаемой перегородки. Рука великого магистра соскользнула с колена. Коснувшись пальцами пупырчатой поверхности кожи, он попытался вспомнить, что говорил водитель о ее происхождении, но из глубин памяти всплыла дата 17 мая 1956 года. В тот год он стал одним из верховных иерархов и решил по праву приобрести Роулс Ройс Фантом, эту дорогущую игрушку из смертных в состоянии приобрести только богатейшие люди. Великий магистр неоднократно мог заменить этот постаревший автомобиль, но его склонность к старым традициям Ордена была неотвратима от раритетов, коими он окружил себя. Современные технологии, хотя и сдерживались Орденом, все же с нарастающей силой внедрялись в человеческое общество, активно применялись бессмертными и модифицировали их окружение. Его роскошный Роулс Ройс Фантом внешне оставался неизменным, а внутри несколько раз подвергался инновациям. Многоликий подумал, почему до сих пор нет сообщений от разведки, как раздался тональный сигнал и спящий в салоне монитор засветился. «Великий, разреши сообщить», – с почтением начал князь. «Говори», – резко выкрикнул, – «Великий магистр, отступник твоей воли следует в вагоне ресторане Восточного Экспресса. Нужна наша помощь?» Коротким словом, великий магистр завершил сеанс связи. Многоликий задумался на минуту, снова прикрыл глаза, решение наказать или хотя бы услышать мнение отступника. «Так долго откладываемое им, пора принять. Свернить железной дороги, как было в моих планах», – распорядился Многоликий, нажав клавишу переговорного устройства, следуй параллельно не сворачивая. «Исполняю хозяин», – в динамик раздался хриплый голос водителя. Прошло не более 10 минут, и Роулс Ройс Фантом повернул на второстепенную дорогу, проехал под Виадуком и пошел вдоль железной дороги. «Нам нужно нагнать поезд», – вновь распорядился великий магистр. «Исполняю хозяин», – выговорил в ответ водитель. Двигатель автомобиля сменил тональность, увеличивая обороты, Многоликий ощутил набор скорости, оставалось только терпеливо ждать, когда покажется хвост поезда. Великий магистр открыл окно, чтобы тонировка не мешала обзору открывающегося пейзажа, вскоре он различил хвост рукотворного змея, ползущего по европейской равнине. Ветер наполнил салон ароматом подопревшего сена, цветочных полян и запаха дизельного топлива. Хозяин Роулс Ройс Фантом поморщился, но прикрывать окно не стал, он вслух бросил 21 век, не зря называют веком скоростей. Он подумал о чем-то отстраненном, но вскоре вернулся к рассуждениям о технологии. Самолеты способны летать с кратным превышением звука, стремительные скоростные поезда доставляют людей между городами в разы быстрее. Эта сентенция великого магистра оказалась язвительной, так как поезд, что нагнал его автомобиль, оказался составлен из вагонов производства 50-х годов прошлого века. Восточный экспресс прекратил регулярные рейсы еще в 1977 году, а в начале 21 века запускался по требованию. Крупные бизнесмены, финансисты и политики, люди искусства и промышленники готовы отдать любые деньги, чтобы попасть на этот рейс, так как по сути Восточный экспресс превратился в элитный клуб, где кутила великосветская публика нового времени. «Удерживай скорость, чтобы мы двигались параллельно середине состава», потребовал великий магистр. «Исполняю хозяин», среагировал водитель. Великий магистр закрыл глаза, ему оставалось сконцентрироваться, то, что он собирался сделать, требовало высокого уровня погружения в себя. Ветер из окна, охлаждающий салон мешал концентрации, поэтому пришлось взглянуть еще раз в окно и поднять стекло. Теперь ничто не мешало создать своего астрального фантома, для перемещения из одного движущегося объекта в другой, ползущий по железной дороге. Водитель на секунду оторвался от дороги, бросил взгляд в зеркало и через небольшое стекло в перегородке заметил, как тело хозяина становилось прозрачным, начиная с головы. Великий магистр словно из воздуха возник в тамбуре, он опустил голову вниз, осмотрел свою нижнюю часть тела, по привычке хотел произнести что-то вслух, но передумал. Он неторопливо вошел в спальный вагон и с достоинством его пересек, следующим должен быть вагон-ресторан. Магистр взялся за ручку двери, решительно распахнул ее и совершил несколько шагов по ресторану. Просторное помещение ресторана оказалось аккуратно в две линии заставлено столами и стульями, но посетителей почти не оказалось, только в середине зала за столом скучал грузный мужчина лет 55 с понурой головой, а через проход от него расположились двое мужчин крепкого телосложения и что-то негромко обсуждали. Грузный мужчина поднял голову, остекленевшие от опьянения глаза очистились, в них стал зарождаться ужас, но он попытался взять себя в руки. Многоликий. Голос мужчины задрожал. Зачем ты здесь? Здравствуй, Лапето. Великий магистр небрежно поздоровался. Вижу, что злость ты не растерял, но по-прежнему пуглив, волчонок. Помнишь ли, Лапето, как я подобрал тебя в венецианском порту, брошенного на произвол судьбы? Если не ошибаюсь, ты был слишком мал, чтобы тебя взяли юнгой на судно, что фрахтовались в порту в нашего города. Многоликий, к чему воспоминания трехсотлетней давности. Грузный мужчина перевернул в себя очередную рюмку коньяка и приосанился. Нет больше волчонка, теперь я верховный эрарх. Ты как был так и остался, Лапето, волчонком, собирающим крохи со столов морских волков, как триста лет назад. Великий магистр разозлился. Ты и другие отступники подвели наш орден, существующий тысячелетие, к пропасти. Вы предали заветы великих основателей линии крови и будете уничтожены с последним отсчетом. Верховный эрарх спрыгнул со стула, его переполняла ненависть к существу, стоящему в нескольких шагах от его стола. Выкиньте этого мизантропа с поезда. Эрарх, наливаясь яростью, приказал своим телохранителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова